Способна ли молодая девушка стать лучшим воином китайской армии? Можно ли влюбиться в робота? И почему взрослым детям лучше жить отдельно от родителей? Чтобы найти ответы на эти вопросы, отправляемся в кино на премьеры. В этот четверг на экраны кинотеатров выходит новая версия мультфильма «Мулан». Причем на этот раз легенду о китайской воительнице анимировал китайский режиссер Лео Ляо. В новой истории «Мулан» под видом мужчины отправляется на войну вместо своего отца. Девушка становится самым ловким бойцом и даже готова выполнить важную миссию, которая сделает ее настоящей героиней. Ты отлично владеешь гунг-фу. Жаль, что ты выбрала не ту сторону. Кто ты захочешь, чтобы меня осушить? Твоя очередь сдаваться. Никогда! Мировая премьера мультфильма состоялась в октябре 2020 года, но уже через несколько дней из-за пандемии анимационную картину сняли с проката. Но даже за эти несколько дней мультфильм собрал более 6 миллионов долларов. Если вам хочется посмотреть фильм о любви, 5 августа выходит мелодрама с элементами фантастики «Я создан для тебя». Фильм рассказывает о необычном эксперименте. В Берлинском музее проходят амбициозные исследования, и для их завершения необходимы деньги. Чтобы добыть средства, сотрудница музея соглашается на испытание. Ей предстоит 3 недели жить с роботом, неотличимым от настоящего мужчины, а затем предоставить отчет с перечнем его достоинств и недостатков. Доброе утро, Альма. Я тут навел порядок. Именно об этом мечтают 93% женщин. Попробуй догадаться, к какой части отношусь я. К остальным 7%. Фильм заставляет задуматься о том, что эра роботов наступит гораздо раньше, чем мы ожидаем. И это может привести к тому, что люди просто перестанут общаться друг с другом. Ведь даже собеседников и коллег может заменить идеальный искусственный интеллект. Картина «Я создан для тебя» впервые была представлена на Берлинском кинофестивале, а исполнительница главной роли Марен Эггард получила серебряного медведя. Еще одна премьера первой недели августа – комедия «Незваные детки». История происходит в обычной семье, которая переживает не лучшие времена. Супруги равнодушны друг другу, страдают от одиночества и непонимания. Но скучная жизнь меняется в тот момент, когда на пороге дома появляется их дочь с мужем-неудачником. Две проблемные пары оказываются под одной крышей, и начинается настоящая игра на выживание. Они классные. Крошки в нутелли, одежда на полу. У нас все хорошо. Дети как тараканы. Покормишь разок, и уже не выведешь. Выход один – испортить им жизнь. Режиссер фильма совместил отличную актерскую игру с реальными психологическими приемами. Но сделал это через призму юмора. Так что зрители и вдоволь посмеются, и, возможно, найдут решение для своих жизненных проблем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова